Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Обливиан. Я почитал книжки, поговорил с этой жабой. Она считает, что первые слова каждого параграфа складываются в сообщении. Нужно просмотреть, куда это приведет. Ну, естественно, первые слова каждого параграфа, они вот видите, выделены. Здравствуй, есть ли лорду еще ныне наше ярким и как мирно путь имя ныне, блять, пиздец. Просто пролистаем эти замечательные книги и посмотрим, а вдруг прокнет, а? Что такое? Манкар-Камаран. Чего-чего еще? Ага, ну вот. До свидания. Завтра. Ну, так и сделаем. Нет, там по-любому можно найти это сообщение, но придется повыписывать эти слова и немножко погеморроиться. А так все, все прекрасно, все хорошо. Ну, плюс-минус. Да ёб твою мать. Один час. Это ты? Что? Что? Ничего. Похоже, мне удалось разобрать скрытые сообщения в книгах Манкара-Камарана. У тебя есть третий и четвертый тома. Ну, а как же? Да? На, держи. Превосходно. Так, посмотрим. Да, в первых буквах каждого параграфа зашифровано сообщение. Ага. Запиши это. Зеленая императорская тропа, где башня касается полуденного солнца. Тебе знакома зеленая императорская тропа? Это сады вокруг имперского дворца. Что-то должно открыться там в полдень. В полдень, да? Нет, так. Ну, ладно, пойдем. Пойду я тогда в зеленые императорские эти, блядь, сады и в полдень. А, собственно, кстати, тот бак, о котором я говорил, это... Ну, есть способ, короче. При помощи какой-нибудь вещи ты бросаешь ее себе под ноги, получается... По ней поднимаешься, короче, вот до первого уступа, потом проваливаешься в текстуры. И там есть дверь, которая выводит вас уже на последний этап игры. Идет сражение с чертовым мироносом. Эй! Да? Нет. Сколько время? А мне надо во сколько прийти, кстати? В полдень или в полночь? Касается полуденного солнца. То есть полдень. Ну, давай двенадцать часов. Двенадцать ночи. Естественно, ничего не работает. И теперь ждем еще одиннадцать. Во. Место на карте. Заметчательно. Карта. Погнали туда. Можно было, конечно... Ну, надо было бы, конечно, прокачаться. Но... Время не ждет. Рыцарь-колючки. Надеюсь, ничего страшного мне в этих лесах не попадется. И мы дойдем без проблем. Я, кстати, все вот... Преведущие серии снимал... Ну, и это в том числе снимается... На храпом. Поэтому я не знаю... Есть ли там ваши комментарии или нет. Но обязательно оставляйте их. На все отвечу. Все обязательно прочитаю. Угу. Местность кардинально поменялась. Там волчары. Волчары там тусуются. Видите? Че волчара? Давай. Оп. Хватит. Так, сейв. Даже лучше вот такой вот сейв. Вперед. Так, я в пещере. Тайное святилище мифического рассвета должно быть внутри. Рассвет разгар... Ага, приветствуем. Новый день. Добро пожаловать, брат. Час сейчас поздний. Но мастеру всегда нужны новые люди. Ты можешь войти в святилище. Хару проведет тебя к мастеру, чтобы ты прошел обряд посвящения служению лорду Дагону. Не мешкай! Время приготовлений почти закончено. Приближается время очищения. Я Хару, хранитель святилища Дагона. Так. Следование по пути рассвета, что сокрыт в писаниях мастера нашего, Манкара Камарана, заслужило тебе место среди избранных. Удача сопутствует тебе. Ты можешь удостоиться чести посвящения в орден самим мастером. Будучи членом ордена мифического рассвета, ты будешь получать все необходимое из сокровищниц мастера. Отдай мне все свои пожитки и надень эту робу посвященного. Не, меня это не устраивает. Ладно, на. Очень хорошо. Следуй за мной. Я отведу тебя в святилище. Сука. Так, сейв. Подожди, стой, сука. Ладно. Хоть меч бы спиздить. А каков шанс? Забирай. Мне это... Ну, клинок горя есть. Все равно не нужно. Ну давай. Похоже, у нас завелся вор. Поприветствуем новый... Забирай. Мне это все равно не нужно. Ну, ну давай. О! Похоже, у нас завелся вор. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Сука. Так, а меч я себе вернул? Ну, хоть что-то я себе вернул. Так. Ах ты грязный ворит. В смысле? Не надо так? Давайте еще раз попробуем. Ну, мне просто должно повезти. Они, блять, они же, суки. Тихо. Ладно. Ну, не получается. Положи назад, жалкий ворит. Ладно, ладно. Все, пошли. Хватит. Меч спиздил, то хорошо. Котана при мне, да и да и ладно. Хер, я выживу там, конечно, если замес начнется, но... Но вдруг. Че? Че? Мастер говорит. Че? Я понял. Слава! Слава! Услышьте слова лорда Дагона. Когда вновь я ступлю на эту землю, верные из вас вознаграждены будут. Вы встанете над всеми прочими смертными вечно. Приветствуем новый день, брат. Ебало заткни. Так сказал лорд Дагон. Так сказал лорд Дагон. Слава! Слава! Ваша награда, братья и сестры. Время очищения приближается. Я ныне отправляюсь в рай. Я вернусь с лордом Дагоном в сияние грядущего рассвета. Ты куда? Ой. Манкар Камаран бежал в свой рай вместе с амулетом королей. Он закрыл за собой магический портал. В святилище лежит мистеринг Заркса. Нужно замрать эту книгу. Это единственный нежный способ вернуть амулет. У нас есть новый брат, который желает отдать себя в услужение лорду Дагону. Да. Иди, посвящен. Ты находишься здесь, чтобы посвятить себя служению лорду Дагону. Этот пакт должен быть скреплен красным питьем, кровью врагов лорда Дагона. Да, хорошо. Возьми этот кинжал и предложи лорду Дагону жертвенного красного питья, как залог твоей собственной крови, которая в конце станет его. Да, хорошо. Лорд Дагон жаждет красного питья. Красного питья. Дбил. Оп. Слышишь, смотри, смотри. Воу, воу. На. Отлично. Теперь ты член ордена мифического рассвета. Ты теперь из числа избранных. Да. Твоя жизнь принадлежит лорду Дагону. Угу. Конечно, конечно. Рассвет разгорается. Чё там? Время приготовления подходит к концу. КОНЕЦ Ты? Ты просто тащишь это? Только избранные переживут очищение. Оу. Нахер пошел, мудак. Нахер пошел, мудак. Думаю показывать. Эй, кто там? Эй. За лорда Дагона. По-любому. Вперед! За лорда Дагона! Валим отсюда. Тебе не уйти от взора мастера. В смысле? Я уже ушел. Время очищения близко. Я тебя очищу, блядь. Только избранные переживут очищение. Так, подожди. Радуйся, что ты не доживешь до момента, когда лорд Дагон ступит на землю. Кто здесь? Чтобы это не было, а ну и исчезну. Вы все жалки, как и боги, которым вы молитесь. Меня ждет рай. Не совсем. На самом деле это не рай, это просто иллюзия Манкара Камарана. Я что, не в ту дверь зашел? Эх, досадно, я думал это выход. Ну ладно. Ну вот, если смотреть в ту сторону. Ага, то тут может быть и выход, ладно. Так. Тебе не уйти от взора мастера. Конечно. Я не ухожу. Я остаюсь с вами, ребят. За лорда. За лорд. Тебе не уйти от взора мастера. Ага. Ага. И никак иначе. Так, а куда дальше? Куда-то туда, наверх? Да. За лорда дагона. Тихо. Тебе не уйти от взора мастера. Ух ты. Скотина. За лорда дагона. Рассвет разгорается. Я сдаю. Суму, если ты сдаешься. Тебе не уйти от взора. Я не боюсь смерти. Ну, ну и не бойся, ну и ладно. Я все равно, что я умер от валю. Так. Куда-то сюда. За лорда дагона. Тебе не уйти. Смотри, какая мразь. Убежал. Быстрее. Тут просто где-то должен быть ключик. Ну, не ключик, а рычаг, во. Ага, вот и выход. Хорошо. Прям как в духе Скайрима. Какая прелесть. Так, нужно отнести книгу к Мартину в храм Повелителя Облаков. Именно так мы и поступим. Ага. И никто меня не остановит. Ага. Слава Талосу с возвращением. Че ты хочешь? Нет, Манкар Камаран сбежал с ним. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть хорошие новости. Способ есть его оттуда выковырять. У меня есть Мистериум Кзаркса. Ах, хорошо. Следует немедленно отнести его. Он сейчас в большом зале. Я понял. Все. Давай удачи тебе, старый хрен. Не мог по-нормальному спрятать амулет, дебил. Ой, ладно. Ой, все. А вот и ты. Я чувствую, новости плохие. Нет, но у меня есть Мистериум Кзаркса. О, девять богов. Такие вещи даже в руках держать опасно. Да я бы не сказал. Прошу простить меня. Хорошо, что книга здесь. Но тебе лучше отдать ее мне. Обычная пентаграмма. Я знаю, как защитить себя от дьявольской силы этой книги. Обычная пентаграмма, блядь. На нем читаешь заклинание, открываются врата. Что ты, блядь, не учи ученого? Так, может... Можешь это открыть, и я доберусь? Нет? Я не знаю. Почему? Возможно. Я подозреваю, что в этих страницах заключен секрет того, как открыть портал в рай Камарана. Но мне понадобится время. Иметь дело с темными тайнами, даже просто читать о них, может быть очень опасно. Я должен действовать осторожно. А пока тебе нужно поговорить с Джофри. Его очень насторожили сообщения о шпионах в Бруме. Да, шпионы в Бруме. Надеюсь, мне удастся за несколько дней. За несколько дней, ахуеть. Надеюсь, Мартин знает, что... Эээ... Шпионы. Ах, да. Надеюсь, ты сможешь помочь. Стража у ворот доложила, что несколько дней назад они видели на дороге незнакомцев. Я не могу оставить храм Повелителя Облаков без защиты и бросить всех людей на прочесывание горных склонов. Но этих шпионов нужно уничтожить. А с чего ты взял, что это шпионы? Может, это просто путники? Ладно, я найду их. Спасибо. Поговори со Стефаном. Он расскажет тебе, где... Капитан... Вы... Хорошо, поговорим со Стефаном. Тебе следует... Северное ворота. Так, где ближайший... Чебур... Человек... Не, не сюда. Куда-то вот в эту сторону. Это замок. Большой зал. Хорошо. Я думаю, так будет удобнее общаться с ними. Приветствую. Во. Я капитан Бурт. Шпионы. За исключением того, что Джерал вернулась из поездки на юг, все без изменений. Сейчас из-за кризиса Обливиона мало кто путешествует. Я приказал своим людям быть бдительными, но пока ко мне не поступали сообщения о чужаках в городе. А как дела у тебя? Что-нибудь показалось подозрительным? Пока ничего. Хорошо. Я сделаю для тебя все, что будет в мае... Я здесь, чтобы сменить себя. У меня... Пообщались их, молодцы, типа красавчики. Все, решили вопрос? Нет? Ну ладно. Так, стрелы надо снять, они как-то по-уебищному смотрятся. Чем могу помочь? Не, ну надо же сейв сделать. Тебе не уйти от взбора, мать. Зборда догона? Я не власть. Самую слюблять. Агенты мифического разведа по имени ТТТТа мертва. Нужно продолжить поиски других шпионов и выяснить, где располагается их прибежище в Брууме. Ключ от подвала. Постой, но в этом доме нет подвала. А нет, есть. Так, и где же он? Может, я немножко ослеп? Может, я не вижу очевидного? Вот это Бруума, вот это подвал. Вот где-то тут подвал. А ву? Нет. Тьфу, блядь. Вот он, под ковриком прятал. Вот суки. Второй том комментариев. Пещеры Бруумы. Давайте пройдемся по пещерам, почему бы и нет. Все равно их надо бы достать. Шпионы, блядь. Пана выдумывают вот это вот. Я, короче, нашел шпионов и их, это, ликвидировал немножко. Может быть, появится еще? О, левел ап. Левел ап это хорошо. А, часочек. Вот так. Давайте-ка поднимем скорость. Давайте-ка поднимем силу. И что еще? И... Ловкость. Все. Победа. Так, вот тут клиночки. Кстати, как там мой клиночек-то? Как он себя чувствует? Выбросить. Взять новый. Стопроцентный. Ну вот, вот и хорошо. Вот и прекрасно. Даже щит, наверное, клинковый возьму. Все-таки щитом защищаться куда удобнее. Так. Да, я знаю, что это не под эту броню, но какая разница? Что удалось узнать? Показать распоряжение. Отличная работа. Я знал, что на тебя можно положиться. Боги не зря выбрали тебя, чтобы тебе не думалось. Однако становится ясно, что Манкар Камаран скоро выдвинет против Брумы все свои силы. Я предупрежу графиню о грозящей опасности. Тебе следует поговорить с Мартином. Я полагаю, он продвинулся в изучении Мистериума Заркса. Я расшифровал часть ритуала, который сможет открыть портал в рай Камарана. Заркс упоминает о четырех предметах, нужных для проведения этого ритуала. Но пока я расшифровал только одно название. Это кровь лорда Дейдра. Известно, что в Дейдрические артефакты вложена частица существа самого лорда Дейдра. Именно эта частица есть основа мощи артефакта. Естественно, их не так-то просто найти. Но нам очень нужен Дейдрический артефакт. Если тебе удастся заполучить такой предмет, принеси его мне. Кровь Дейдра, значит, да? Я думаю, что близок к разгадке еще... Кровь Дейдра. Кровь Дейдра. Там недалеко просто, по-моему, клавику с Вайл. Совсем недалеко был... Алтарь, клавику с Вайл. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Да, вот он. Какой-никакой, Адейдрический артефакт. Тут, кстати, абонитовый клинок. Неплохая вещь. Но я не помню, кто его выдает. Вот в чем прикол. Он суровый хозяин. Но и щедрый. Для выполнения этого задания клавику с Вайл необходим более сильный герой. Ты б... Ты сам ты, блядь. Я буду здесь. Будь тот. Никуда не уходим. Так, ладно. Клавику с Вайл что-то как-то... Не нравлюсь я ему, да? Так. Ну ладно. Так, ну я, в принципе, посмотрел... На карту, где тут можно раздобыть... Ну, вернее, где тут есть святилище еще. Ближайшее... Это Молокбал. Вот куда-то в ту сторону. Давайте-ка до него и доберемся. Наверное, они все будут хотеть более сильного героя, но... Но попытаться-то явно стоит. Чуть за говно. Шо за демон. Бес. Сука, я сбился. Не-не-не-не-не-не-не. Вот куда-то в ту сторону. В чащу. На З. На запад. Так, двинули. Да, щит все-таки. Хорошо, что я с собой взял. Неплохим подспорьем будет. Вот еще пиздякать и пиздякать. Эх. Ну ладно. А-а-а-а. Стой, говно. Ничто. Железная кираса. Мародер. Это совсем не интересно. Мне в принципе насрать, какой артефакт там я получу. Но если это будет ибонитовый клинок, то я его не отдам. Я пойду искать что-то другое. Вот оно. Светилище молокбала. Все смертные предстанут перед ним. Он жнец душ. О как. Более сильный герой. Я понял. Ладно. Ясно, понятно. Что ж. Так. Угу. Ну щит говеный на самом деле пробил не только щит, но и по-моему и мне руку. Еще видите, какая стрела задорная. Ну вообще все прикольно. Не, ну должен быть какой-то дейдрический принц, который мне все-таки даст квест. Давайте засейвимся. Мы поклоняемся лорду Клавикусу. У тебя есть дело к принцу Д... Дела можно вести со всеми, даже с богами. Ты можешь обрести несметное богатство или мучительную смерть. Если ты хочешь заключить сделку с Клавикусом Вайлом, предложи ему пятьсот золотых. Возможно, лорд останется доволен твоим подношением. Иди тогда. Тебе был... Дэм... Ну в смысле? Вот сука. А, меч. Тебе удалось добыть меч. Теперь отдай его мне, как мы договаривались. У нас с Умброй есть незаконченное дело. Эм... Да. Превосходно. Жалкий меч и жалкая душонка в обмен на маску, достойную бога. Сделка очень выгодна для тебя, смертное существо. А теперь у меня есть срочное дело. Уходи. Возможно, я еще найду тебя. Ага. Вот и Умбра пригодилась. А что за масочка? Ну, масочка как масочка. Что, суровая, конечно. Ну, так себе. Все, можно отправляться. У меня есть дедический артефакт. Надо бы еще... Эбонитовый клинок достать. Ну, сука, ладно. Потом. Все потом. Добрый вечер, сэр. В смысле? Доброй ночи, вообще-то. С кем пообщаться-то? Чуть, я не совсем понял. Наверное, наверху с Мартином. Сэр. Сэр. Дедический артефакт. На что тебе пришлось пойти, чтобы добыть его, друг мой? Ну, да. Я слишком хорошо знаю порочность принцев Обливиона. Ты можешь отдать мне этот артефакт? Помни, ритуал уничтожит его физическую форму. Он не появится в Тамриэле еще много лет. Да, конечно. Да, конечно. А, маска Клавикуса Вайла. Не ввязываться более в его темные дела – мудрое решение. Чем я могу еще помочь? Тебе нужно поговорить с Джоффри. Ему нужна твоя помощь. Проблемы в Бруме, я думаю. Я понял. Прощай, друг мой. Джоффри так, Джоффри. Я пошел. Добрый. Я только что получил известие от графини Брумы о том, что близ ее города открылись... Брата Обливиона, я понял. Тебе нужно немедленно встретиться. Хорошо. Уже считай там. А вот и они, суровые воины. Рад тебя видеть. Мы подумали, коли у нас есть герой Квача, зачем нам самим пытаться найти способ делать то, что уже делали другие? Мы ждем твоей команды. Просто скажи, и мы последуем за тобой. Да, пойдем. Хорошо. Хорошо. Хорошо, парни. Слушайте. Мы должны закрыть вон те врата. Никому не хочется туда лезть, но это наша работа. И мы сделаем ее. Если нам это не удастся, Брума превратится в дымящуюся груду щебня, как это уже произошло с Квачем. Но здесь это не повторится. По крайней мере, пока я капитан стражи. Бор, Сорен, вы пойдете со мной. Остальные остаются снаружи и должны убивать все, что вылезет из этих врат. Покажем этим ублюдкам, как делаются дела в Бруме. Пошли, капитан. Этот готов. Пошли внутрь. Пока все идет хорошо. Осторожно. Осторожно. Так, нам надо добраться у нас до той башни. Просто так этого не сделать, поэтому будем обходить. Пошли. Ого, не пошел бы ты нахуй. Вот это вот буду я драться со всеми. Ага. Сейчас. Ау. Правда, неприятно. Ой, Дейдра. Ау. Вернее, Дримора. Вернее, Дримора. Еще такое. Вскориме я бы... Я бы смог. А где вход? А вот и он. Будь на чеку. Молодец, красавчик. чертоги и наверх что еще тварь открывай калитку счет я ни черта не вижу ну как обычно а вот и ход ты че творишь говно ты так больше не делай сука ни хера себе а мать твою бодайте бы козы съедять все он еще один да похер на колени все можно спокойно факел выключать брат щит и отдыхать адио осторожно осторожно че на кое я не боюсь ты сделал это крайне признателен сэр теперь я увидел как это делается мы с моими гвардейцами сможем закрывать любые врата что откроются рядом с брумой хорошо раз на то пошло с брумой разобрались вот теперь можно и возвращаться с чувством выполненного долга так сказать приветствую мне удалось распознать еще один предмет из тех что нужны для проведения ритуала открывающего второй предмет в некотором плане антипод первого это кровь божества жуткая головоломка согласись в отличие от лордов дейдра боги не одарили нас артефактами и они не оставили никаких физических проявлений в нашем мире как же тогда получить кровь бога но джоффри разгадал эту загадку нужна кровь тайбера саптима который стал одним из божеств это тайна о которой знают только клинки она передается от одного грандмастера к следующему ничего себе джоффри сам расскажет тебе об этом обязательно поговорить хорошая работа капитан бурт и его гвардейцы теперь смогут справиться с другими вратами по крайней мере сейчас но стражники брумы не могут защищать город вечно дейдра обливиона бесчисленный в отличие от гвардейцев брумы нам нужно собрать всех возможных союзников до того как кольцо осады вокруг брумы сомкнется если мифическому рассвету удастся открыть здесь великие врата городу понадобится очень сильный гарнизон иначе не выстоять тебе нужно поговорить с правителями других городов сиродила а также с советом старейшин проси их послать бруме подмогу пока еще не слишком поздно чем я еще могу помочь продолжай поиски предметов которые нужны мартину для ритуала это самое важное все прочее лишь попытка выиграть время необходимое чтобы добраться до амулета королей и вырвать его из рук манкара комарана доспехи тайбера септима я подозреваю да мартин попросил тебя принести ему доспехи тайбера септима о как бы я хотел чтобы существовал какой-нибудь другой путь эти доспехи хранятся в святилище тайбера септима в катакомбах под руинами санкар тора когда-то это было святое место но санкар тор давно населяет зло уже много веков никто не возвращался живым из святилища тайбера септима ну и что же поселилось в санкар торе я не знаю катакомбы санкар тора были запечатаны первым грандмастером клинков нахерень четверо самых сильных клинков времен тайбера септима алан вальдемар риелус и коснар отправились в санкар тор но так и не вернулись вот возьми этот ключ от внешней двери санкар тора боюсь я отправляю тебя на смерть но у нас нет другого выбора ступай спасибо блять тебе нужно как можно быстрее поговорить с правителями серадин доброе утро сэр ладно дорогие друзья всем спасибо за просмотр с вами был марс до новых видео всем пока нас с одной стороны отправляют на смерть с другой стороны отправляют на смерть прикольно на самом деле всем спасибо всем пока 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 пока